покажем основные моменты монтажа установочного комплекта для подогрева сидений под названием имели у к расскажем о некоторых тонкостях которые возникают монтаже чтобы вы не боялись не пугались могли смело сделать это все сами комплект имели у к достаточно простой и недорогой в этом собственно его вся прелесть состоит из двух нагревательных элементов и комплекта проводки вся задача по установке сводится в общем-то к тому что нужно будет снять мешающие пластиковые элементы расцепить скобы которые держат чехол поднять его наклеить нагревательные элементы и вывести провода для подключения дальнейшем проводки в автомобиле кстати на этапе снятия чехла можно воспользоваться этим и постирать их избавиться от разных пятен которые не получается удалить с помощью обычной автохимии обычной стиралки это все стирается на ура на разных автомобилях немного отличается принцип снятия пластиковых элементов допустим на этом сидении нужно было освободить зацеп здесь ответь открутить винт и сдвинуть вперед чехол отсоединяется с помощью соединения таких скоб их можно не сохранять они кстати медные по идее многоразовые но проще обратно соединить на хомут и все посадить но единственное пожалуй что объединяет все сидушки все сидения это то что нужно работать с этим достаточно аккуратно потому что здесь все смазки это все быстро пачкает руки и соответственно легко делать запачкать ваши чехлы еще один повод для того чтобы их потом после этого постирать после поднятия чехла у нас появляется доступ к поролону это сама форма нашего сидения именно сюда и клеится сам уже нагревательный элемент вернее ткань которая держит эти элементы и на этом этапе хочу обратить ваше внимание на вот такие металлические спицы которые являются самыми частыми вредителями для нагревательных элементов эти спицы лучше всего по возможности удалять в этой системе в этой конструкции точно вот эту поперечную спицу можно удалить потому что есть продольные держатели на самом чехле в этом месте идет шов то есть все сюда заправиться аккуратно топорщится ничего не будет а для чего удалять спицу сейчас объясню вот так как здесь будет садиться человек здесь постоянно будет проходить всякое нажатие человек будет елозить и нагревательный элемент он же сделан виде гибкого шнура он будет перетираться об металл и вскоре это приведет к выходу нагревательного элемента из строя благо если он у вас просто порвется хуже если он будет в этом месте искрить и так как здесь ткань лучше обезопаситься от возгорания и принять все меры чтобы не было контакта нагревательного элемента с металлом и с такими частями где может происходить перетирание поэтому эту спицу мы смело удаляем она здесь точно не нужно будет потому что здесь есть поперечные спицы которые будут удерживать чехол чехол точно не будет подниматься вверх тем более в этом месте здесь идет складка а здесь у нас шов все уже проверено что один элемент удалять можно смело ну либо по инструкции там они предлагают сделать здесь допустим вырез если список помещается в этом диапазоне спицы достается довольно таки легко здесь подковырнуть здесь потащить она вылезет и переходим к монтажу самого нагревательного элемента этом этапе стоит несколько раз примерить все продумать сиденье довольно таки большое поэтому здесь лучше продумать как разместить лучше не смещаясь слишком вдаль потому что здесь не дается зон ближе к коленям сильно сдвинуть вперед у нас не будет греться сама пятая точка можно примерить присесть поприкинуть поймать лучшее расположение и избавиться от лишних соприкосновений вот допустим такими датчиками наличие пассажира что здесь сидит все-таки элемент безопасности если он у вас не будет работать то у вас может не сработать подушки безопасности поэтому в этом тоже всем нужно позаботиться примеряем отклеиваем подложку лепим на ленту здесь советую кстати в этом месте сделать небольшой небольшое углубление в таком виде и соответственно когда будет садиться человек сам нагревательный элемент у вас не будет натягиваться не будет приводить это к разрыву по такому же принципу и крепится верхняя часть нагревателя после этого вводится провода под сиденье сзади сиденья либо сбоку обратите внимание чтобы провода у вас не повредились наклоне спинки присаживания пассажира чтобы они у вас в каком случае не перетерлись остается собрать все в обратной последовательности обратно подключить в машине электропроводку по схеме обычно ее подключают на прикуритель вот собственно и весь процесс такого нехитрого дела собственно все делается по принципу у нас получилось и у вас тоже обязательно получится всем пока